МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С гимнов России и Кубани начинаются каждые соревнования. На этот раз они звучали на площадке спорткомплекса «Юность». Здесь 24 октября прошел краевой турнир по спортивной аэробике под названием «Казачья вольница». Своё мастерство на краевых соревнованиях показывали воспитанники двух ведущих по развитию спортивной аэробики в Краснодарском крае городов – Новороссийска и Сочи. Всего 6 команд и 4 возрастных категории – 6-8 лет, 9-11, 12-14 и 15-17 лет. Открыли соревнования воспитанники 10-й спортивной школы Олимпийского резерва города Сочи. Олимпийского резерва города Сочи. О此� оченьves в bible! Олимпийского резерва�! Спортивная аэробика – довольно сложный вид спорта. Он официально зарегистрирован во Всероссийском реестре. Это один из пяти видов гимнастики. Здесь есть элементы художественной и спортивной гимнастики, акробатики, прыжков на батуте и танцев. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Задача спортсменов – показать комплекс упражнений за полторы минуты, не выходя за пределы площадки. Она, в зависимости от номинации, бывает 7 на 7 или 10 на 10 метров. Выступления участников оценивают жюри. Большое внимание уделяется хореографии. А в программах смешанных пар, троек и групп еще и взаимодействуют между партнерами. Также оцениваются сложность элементов, артистизм спортсмена и его выносливость и гибкость. Сама композиция занимает минуту 20. Спортсмены выступают на площадке 7 на 7 и 10 на 10. Сам вид спорта, спортивная рубика внесен во Всероссийский реестр, официально зарегистрирован на Всероссийском реестре вида спорта. Наша федерация является членами Всероссийской федерации. Признана также и пропагандированная фиша Международной федерации гимнастики. Сами соревнования проводятся с целью развития вида спорта в Краснодарском крае. Решаются некоторые задачи. Это популяризация вида спорта в Краснодарском крае, привлечение детей и молодежи к занятиям вида спорта. Также формирование сборной команды Краснодарского края для участия во всероссийских и международных соревнованиях. Ну и, конечно же, обмен опытом и повышение мастерства спортсменов. Всего в Краснодарском крае спортивной аэробикой занимаются порядка 150 спортсменов. И в основном этот вид спорта развивается в Новороссийске и Сочи. В Краснодарском крае на данный момент развиваются два города. Это Новороссийск и город Сочи. В городе Новороссийске активно развивают вид спорта три тренера. Это спортивная школа Раевская и детская и юношеская спортивная школа КАИСа. В городе Сочи также развивают активно детская и юношеская спортивная школа номер 10. Также три ведущих тренера. Есть у нас спортсмены, которые выполнили разряд кандидатов, мастера спорта. Дети растут, подрастают, уходят. Да, у нас есть и мастера спорта, но они уже взрослые, они уже работают тренерами. Но сейчас, на данный момент, мы растем, тренируемся. Спортивная аэробика не входит в Олимпийскую пока что программу, но мы надеемся, в 2020 году запланировано рассмотрение этого вида спорта. Вот и ждем. Чтобы выйти на олимпийский уровень, нужно воспитать сильных спортсменов. И Сочи в этом плане уже лидирует. Я хочу отметить, что буквально несколько лет назад в нашей школе открылось отделение спортивной аэробики. Работало всего два тренера и занималось 65 учащихся. После трех лет работы, сейчас мы видим, уже у нас работает шесть тренеров, занимается 232 ученика. И что хочется отметить, что интерес к занятиям спортивной аэробикой растет, я говорю, не по дням, а по часам. Потому что постоянно в школу обращаются родители, звонки мы принимаем каждый день. Все хотят, чтобы их дети, особенно девочки, занимались спортивной аэробикой. Потому что на всех мероприятиях спортивных наши учащиеся представляют показательные номера. И популяризация этого вида спорта именно в городе Сочи очень высока. С каждыми соревнованиями количество участников от города Сочи растет. Волнение, конечно же, присутствует. Но боевой дух воспитанников нашей школы на высоте. Многие из них победители и призеры краевых и окружных соревнований. В этом году мы надеемся одержать победы не только в отдельных номинациях, но и в командном зачете. Очень хотелось, чтобы наша любимая 10-я спортшкола гордилась нами. Так же, как и Федерация спортивной аэробики и, конечно же, болельщики нашей команды. 10-я спортшкола может гордиться своими воспитанниками. Высокие результаты показывают как опытные, так и начинающие спортсмены. Во всех возрастных группах были обязательные элементы и произвольные. Последние участники могли выбрать на свое усмотрение или же импровизировать прямо на выступлении. ВОЛНИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА Сегодня мы участвовали в турнире по спортивной аэробике «Казачья вольница». Благодаря нашему тренеру и хореографу мы научились новым элементам. Геликоптер, страдл-шпагат, тур, винт, мах. И мы сегодня успешно двигались на площадку и заняли первое место. В номинации «Смешанные пары» в категории 9-11 лет. 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 Мы готовились к этому соревнованию где-то два месяца. И у нас еще будет школа в ноябре, 8 ноября. Мы поедем в Новороссийск. И я думаю, что мы выступим хорошо. И у нас еще будет школа в ноябре. И у нас еще будет школа в ноябре. И у нас еще будет школа в ноябре. Сочинка «София Зимина» занимается спортивной аэробикой три года. За это время собрала в свою копилку 23 медали разного достоинства. Участвовала в соревнованиях в Волгограде, Новороссийске, Краснодаре, Севастополе и сейчас в Сочи. Здесь она выступает в индивидуальной программе, групповой и трио возрастной категории 6-8 лет. Мне нравится этот спорт, потому что здесь можно выступать, получать медали, ездить по разных городах. Я люблю этот спорт, тут тренируют очень хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Соревнования проводятся по несколько раз. С нескольким номинациями – индивидуальные, смешанные пары, трио и группы. В каждых участвовали спортсмены из Новороссийской и 10-й спортшколы Сочи. Я очень рада, что в нашем городе проходят краевые соревнования по спортивной аэробике, потому что на этих соревнованиях мы показываем свои достижения и встречаемся с нашими друзьями из Краснодарского края. Я занимаюсь уже почти год. Это мои третьи соревнования, и я надеюсь занять призовое место. Почему ты этот вид спорта выбрала? Мне очень нравится этот вид спорта, потому что он прыговой, и у меня такое ощущение, что я рождена за него. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я в этих соревнованиях лучше выступила, чем на других. Ну, мне понравилось свое выступление. Я смогла все сделать. Стойки мне были очень сложные. Я вот недавно их делала, потом усумела. Я пять лет уже ходила на аэробику, и у меня есть награды первые, вторые, третьи места. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этих соревнованиях начинающие спортсмены набирались опыта, а участники постарше повышали свои спортивные разряды. Цель каждого участника соревнований – достичь новых высот и победить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тренера мои Аннаида Владимировна и Анастасия Борисовна. Благодаря ним я научилась новым элементам, стала победительницей. Побеждать всегда здорово. Надеюсь, и в этом году одержать победу. Анетта Григорьева занимается спортивной аэробикой. Шестой год уже не раз принимала участие в краевых соревнованиях и турнирах Южного федерального округа. На этом старте заняла первое место в индивидуальной программе в своей возрастной категории – 12-14 лет. И в номинации «Трио» с ее участием тоже стала лучшей. Теперь спортсменка готовится к первенству и чемпионату Краснодарского края. Турнир пройдет с 13 по 16 декабря в Новороссийске. Наряду с Анеттой золотые медали получили и другие сочинские спортсмены. На высшую ступень пьедестала они поднимались во всех номинациях и возрастных категориях. Хорошие результаты показали и воспитанники новороссийских школ по спортивной аэробике. Но главную награду Куба краевого турнира заслуженно завоевала 10-я спортшкола Сочи. Занявшие призовые места ребята получили медали от Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края и теперь могут претендовать на место в составе сборной региона. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Редактор субтитров А.Семкин